Малый бизнес освобожден от налогов на три года. В последние дни ушедшего года глава государства подписал закон, освобождающий микро- и малый бизнес от налогов на доходы на три года, чтобы снизить налоговую нагрузку для представителей малого бизнеса. Наши корреспонденты подробно узнавали, кого освободили от уплаты налогов, а кого нет. Предприниматель Марьяна Закарьянова занимается бизнесом не первый год. За плечами немало опыт в сфере торговли. Но в прошлом году бизнес-леди удалось открыть не менее прибыльное и востребованное дело салон красоты, который обеспечивает работой шесть человек. Трехлетние налоговые каникулы позволят вложить деньги в оснащение, обучение мастеров, повысить заработную плату, считает представительница индустрии красоты. У меня есть уже определенный опыт в бизнесе. Раньше занималась совсем другой деятельностью. В прошлом году решила открыть салон красоты, услуги. И хочу сказать, что вообще для малого бизнеса это очень хорошее продвижение, что нам дали такую возможность три года не платить налоги. На эти сэкономленные деньги можно вложить опять-таки в бизнес. Как пояснили в Департаменте государственных доходов, освобождение от налогов на три года позволит облегчить налоговую нагрузку на представителей малого и микробизнеса. В соответствии с налоговым законодательством, микробизнес – это индивидуальные предприниматели, юридические лица, где заняты до 15 человек и годовой доход до 30 тысяч месячных расчетных показателей. Это порядка 76 миллионов тенге в год. Малый бизнес – организация, где заняты до 100 человек с предельным годовым доходом до 300 тысяч месячных расчетных показателей. То есть это порядка 757 миллионов тенге в год дохода. Освобождение от налогов на доход позволит бизнесу за три года сэкономить более 12 миллиардов тенге. И, соответственно, все эти средства, которые высводятся, они могут направить на развитие своей деятельности. Данная акция охватит около 26 тысяч субъектов микро- и малого предпринимательства Западно-Казахстанской области. При этом освобождение от налогов – это будут являться те налоги, которые предприниматели платят с дохода. Налогом на доход является корпоративный подоходный налог для юридических лиц, индивидуальный подоходный налог для индивидуальных предпринимателей, единый земельный налог. Стоит отметить, не подлежат освобождению от налогов недропользователи, производители под акциозной продукции и горный бизнес – участники внешнеэкономической деятельности.